Возвращаясь к теме укуренного и пропитого телевидения 80-х, нельзя не вспомнить сериал про Альфа. Мохнатый пришелец из космоса, своим вызывающим эгоистичным поведением напоминающий Карлсона, надолго посидился в сердцах тогдашних зрителей. В нашей стране, хоть и гораздо позже, он тоже получил довольно высокую популярность. Отчасти, наверное, это связано с тем, что был очень годный перевод. Какая ты неблагодарная, самовлюбленная шалава. Самовлюбленная шалава? Они перекроили мой сценарий. Зато некоторые из тогдашних шуток актуальны и по сей день. Это я и говорила. Видишь? Смотри. Ты просто тянешь за этот шнурок, а он открывает рот и говорит все, что ты хочешь. У нас подобный парень был на мелке. Наш президент. А теперь давайте без какой-либо причины переключимся на приставку Sega Master System. Это такая же 8-битная приставка, как Dendy Drop Nintendo, но только с лучшей графикой и с хуже всем остальным. Ну и с некоторым недобором кнопок, отчего ситуация становится все только грустнее. Но у него была и своя доля хороших игр. К примеру, там была игра про альфа. Видите, как все здорово складывается? Я-то думал, что игр про альфа нет. Оказывается, они были просто на платформе, о которой я слыхом не слыхал. В общем, я начинаю играть. Сейчас буду походу комментировать очевидное. И нихрена даже и примерно не собираюсь вырезать. Да и вообще, зачем я записываю видео по-человечески? Сейчас достану камеру от телефона. Все ж так делают. Чем я хуже остальных-то? Не, ну на самом деле, конечно, буду вырезать. Дело в том, что, видите ли, эта игра нечто среднее между квестом и платформером. Нам придется заниматься собирательством, подбирая все вещи, которые только попадаются на глаза, и потом решая, как их можно применить. Но пока что самые большие проблемы у меня возникают с тем, как применить управление. Альф двигается как-то неохотно и медленно. Когда он поворачивается, он как будто исчезает из поля зрения на некоторые доли секунды. Ходить наискосок сложно, и при этом любое касание вас тут же уничтожает. Зато я нашел забавный баг. Так, если сначала пойти вперед, а потом наискосок, Кальф начинает двигаться с огромной скоростью. Но и это не всегда спасает. Передвигаться по этому торговому райончику довольно проблематично из-за поставленных мотоциклистов. Единственное спасение это нарезать зигзаги. К счастью, гибель всего лишь отбрасывает тебя в начало дороги. Нет. В этой игре были жизни? Что-то я не видел счетчика жизни, знаете. Нажатие на паузу ставит игру на паузу. Картинка замирает, и никаких счетчиков не появляется даже в этом случае. Но похоже, в этой игре бесконечно хотя бы континент, так что не страшно. Когда я пытаюсь обойти одного чувака, я попадаю под колеса другому. Так, ладно, попробуем еще разок. Пока все идет неплохо. О, это был ближний вызов. Так, надо уйти подальше, пока он меня не сбил. Осторожно, чувак. Чувак. Блин, а он меня башкой задел по ногам. Почему вообще иду слева направо? Попробую наоборот. О, прогресс. Там пошел прогресс в том, что вверху появился интерфейс, где написано, сколько у меня очков, денег, сколько у меня в инвентаре, а головки альфа показывают, сколько осталось жизней. Хотя эти головки альфа больше похожи на бицепсы. В следующей комнате я нахожу свой первый предмет, кошку. Я полагаю, ее можно как-то использовать, чтобы восстановить свое здоровье, с учетом кулинарных пристрастий альфа. Скорее всего, это надо делать в меню паузы, но, как я уже говорил, в паузе никакого меню нет, так что я просто приберегу ее пока. Похоже, что дом и дорога залуплены, в смысле, идут по кругу. В одном конце дома дорога начинается делать, круг и упирается в собственную же задницу, как при гейм-овере в игре Змейка. Что ж, я полагаю, мне ничего не остается, кроме как рассмотреть поближе торговый квартал. Большинство магазинов закрыто, а на тех, что нет таблички закрыты, все равно закрыты. У меня была теория, что те, где написано закрыты, на самом деле открыты, но они тоже закрыты. Это какая-то политика двойных стандартов. Пока мне это больше всего напоминает игру Барт против космических мутантов, там тоже было ни хрена непонятно ровным счетом. Но там мне удавалось довольно быстро добиться хоть какого-то прогресса, а тут я подобрал только сраную кошку и не знаю, что делать дальше. Знаете, постоянно играет одна и та же музыка, и она уже потихоньку начинает раздражать. Знаете, делая черный круг, я понимаю, что музыка начинает меня раздражать, значит, мое единственное спасение — найти локацию, где играет другая музыка. И именно это издевательство над моим слуховым аппаратом заставило меня совершить маленький геймерский подвиг. Узнавшись, для открытия дверей нужно нажимать 2 и вверх. Правда, новый экран с прудиком мне не принес ожидаемого облегчения, так как Альф отказался плавать без купальника. Я бы, конечно, мог повонять, что это тупо, что это идиотизм, что игру делали идиоты, но я, если честно, на пляж тоже голубь не пошел, так что лучше помолчу. Тем более, с ученым от того, что я столь же волосат, сколько ли он. Я лучше задамся другим вопросом. Вот кто этот чувак, который хлопает ладошками? Скорее всего, это какой-то агент ФБР, который пытается поймать пришельца, но какой-то он не растороплен для агента ФБР. Он просто переставляет ватные переломанные ноги и тянет вперед ручонки. Больше напоминает... Но точно веркин злые пришельцы выследили местоположение земли, просадив путь Альфы, и теперь начинает крупномасштабный захват. Люди на мотоциклах просто пытаются спастись бегством, а те, кому не повезло, сейчас бродят по улицам, безумные, неупокоенные. Поэтому и все магазины закрыты, там некому торговать. Семью Танеров тоже постигла плохая участь, поэтому их нет в игре. Вот это поворот! Прошло уже 5 минут, только я не понял, что мне нужно делать. Я нашел кошку, но она, похоже, бесполезна. Я полагаю, программа максимум улететь с этой умирающей планеты. Вот у меня есть сломанный космический корабль, а рядом какой-то скутер, который требует топлива. Значит, нужно найти топливо, но у меня только кошка. Как обвинять кошку на топливо? Наверное, для решения этой головоломки мне понадобится найти что-то еще. И к своему удивлению, я узнал, что мы от кого-то могу открывать не только двери в помещении, но и двери в холодильниках. Альф сказал, что он нашел салями, и оно поможет против летучих мышей. Я до сих пор не видел летучих мышей, полагаю, мне стоит их найти. И знаете, я их таки нашел, в средней двери дома Танеров. Сперва я там нашел только еще одну кошку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась крысой, которая убивает меня с одного касания. За ними я обнаружил, открывающие открываются тайный ход в подземелье. Что тайного вдырения во всю стену, я не знаю. Блин, умер и забыл даже кавычки закрыть. Ладно, продолжаем. Салями оказалось, правда, он не бесполезный. Альф машет у себя над головой и может от него сбивать летучих мышей. Правда, он не может делать это в воздухе. Да и на земле толку немного. Знаете, у этой колбасы очень маленькая площадь поражения. Прыгает Альф так же хреново и непослушно. Враги хитрые, быстрые и многочисленные. Зажать вас им ничего не стоит. Убить тем более. С летучими мышами еще можно что-то поделать. А вот крысы просто неуязвимы. Не удивительно, что я вскоре сдох. Но вот теперь, когда я знаю, что делать, начать игру заново не так уж и страшно. Страшно было узнать, что контины тоже конечные. Я об этом узнал только, когда потратил одну единственную, которая у меня была. Уже ли нельзя сделать так, чтобы интерфейс игры был показан не только, когда я нахожусь в доме? Пройдя пещеру до конца, я нашел кабиночку. Правда, казалось, что у нее нельзя прыгать. Я не знаю, почему, потому что прочитать текст до конца не успел. Он исчез очень быстро. Зато если подойти к ее двери, произойдут две вещи. Во-первых, мост за вами упадет. А во-вторых... А еще Альф найдет золотой самородок. Без сомнения, вещь полезная. Я полагаю, имеет смысл рассмотреть пещеры дальше. Тут я натыкаюсь на очередное препятствие. Альф говорит, что слишком темно и нужно было купить лампу, после чего от страха спустит дух. Что ж, возможно, я смогу обменять золото на деньги, а деньги на лампу в одном из магазинов. Правда, на выходе из пещеры меня ждал еще один подкол. Едва я покидаю этот андердарк и перехожу в подвал, меня тут же убивает крыса, которую я оставил на выходе. Никаких способов обойти это я не нашел. К счастью, моя жизнь пропадает не напрасно, потому что я сразу попадаю на улицу. Я полагаю, мне пора начать экономить жизнь, а то будет как в прошлый раз. Обходя беженцев и зомби, я пытаюсь найти хоть один открытый магазин. По правде говоря, это всего лишь два. В одном продается книга и лампа. Правда, оба предмета стоят 100 баксов, а самородок, что я нашел, был с ним только в 50. Правда, я могу продать кота или солями. За солями дают двадцатку, за кота дают всего доллар. Мне, если честно, жалко отдавать такие полезные вещи за какие-то гроши. Может быть, от мясного изделия я избавлюсь, когда нужда припрёт, но кота за такую смехотворную цену лучше подержусь рядом с собой. Во втором магазине всё как-то повеселее. Видите ли, я нашёл там ключ. Да, ключ. Не написано, какой ключ, от чего, но он стоит 50 баксов, и это единственное, что я могу себе позволить. Конечно, я бы мог продать с солями за двадцатку и купить рыбу за двадцатку, но я решил пока не рисковать. Когда у меня появится лампа, всё равно придётся возвращаться в подвал. В доме оказалось парочка закрытых дверей, оказалось, что ключ подошёл к каждой из них. Правда, в одной не было абсолютно ничего, а в другой я нашёл себе купальный костюм. Альф сказал, что он будет здорово смотреться на его ножках. Вообще-то я всего лишь хотел получить лампу, но думаю, я найду что-нибудь полезное для дневодоёма. Вот летит ядро. Вот летит и... да. Знаете, Альф переоделся прямо в воздухе. А ещё нужно заметить, плавает он немножко лучше, чем фехтует колбасой. Тут управление отзывчивее. Здесь мне не нужно никого бить, мне нужно плыть. Я полагаю вниз, потому что больше некуда. Правда, мне мешают рыбокошки и водолазы. Враги толстые, проходы узкие, но с такой-то попытки я смог достать пиратский клад. Как и в случае с пещерой, я решил оправиться глубже и найти что-то ещё, но там меня упустил гигантский моллюска и я опять умер. Мне нужно что-то, чтобы защититься от него, но я даже не догадываюсь, какой бы это мог быть предмет. Что тьму рассеет свет лампы, это понятно. А вот что может спасти от гигантского моллюска? Моя нырячная авантюра обеспечила меня 300 баксами, я не уверен, что лучше у них купить. Я могу позволить себе клестницу или костюм или ту же самую рыбу. В соседнем магазине всё было попроще. Там была книга и лампа, что с книгой делать я не знаю, поэтому приобрёл лампу. Но стоило всего 100 баксов, у меня осталось ещё 200, на случай, если мне понадобится что-то другое. Я не буду рассказывать, как я маялся в пещерах, отбиваясь от ползающих и летающих мышей. Не буду рассказывать, что пришлось тратить последние 200 баксов, возвращаясь за лестницей, без которой нельзя было пересечь глубинку. Зато я с радостью расскажу о том, как я нашёл вторую кабинку, а в ней было топливо. Знаете, всё оскалывается даже слишком хорошо. Не каждый день находишь в заброшенных пещерах топливо для космического скутера. Правда, путь был довольно долгий, и ещё сложнее будет вернуться. К счастью для себя, я умер, перелепортил сначала пещеры, опять умер, выходя из подвала, и просрал контину. У меня осталась только одна, а начать заново мне в улом будет. Сладкие объятия смерти отпустили меня на заднем дворике, и скутер был как раз под рукой, так что я стартую. Я стартую. А, вот эта кнопочка. Ладно, поехали. Слава тебе, Господи, я слушаю новую музыку, теперь мне не так хреново жить. Ещё бы разобрать... Блядь! Так, ладно, кнопка 1 прибавляет газу. Кнопки остальные, по-моему, день делают нихрена. Я так понял, мне нужно не падать вниз, а взлетать вверх, потому что иначе смерть. Самолёты, я полагаю, тоже лучше не трогать, это достаточно очевидно. Как мы видим, пилоты этих самолётов тоже все мертвы, и сейчас они летают по кругу без управления. Пока всё довольно просто. О, что-то новенькое. Всё синеет и синеет. Слушайте, мне кажется, игра близится к финалу, это было довольно быстро. Так, уже всё чёрное. Ну, внизу по-моему, прежнему облака. Что это? Гигантская печененка? Нет, это космический магазин, мне предлагают купить космокостюм за 100 долларов, но... Мне примерно нет таких денег. Можно проводить продать им с салями, они покупают его за 20 долларов, как и все. Но от остальных вещей они отказываются, и их ничего больше не интересует, и даже топливо не интересует. Ничего не остаётся, кроме как выйти из магазина. Как только это делаю, появляется сообщение, что Альф не в состоянии дышать без кислорода, и ему нужен костюм. После чего я всё равно улетаю наверх, но уже в виде призрака. Что ж, теперь я немного о задачах, что же мне делать дальше, я понятия не имею. Но у меня остаётся только бродить по кругу, искать то, чего я ещё мог бы не придумать раньше. Всё ещё остаётся проблема моллюска, хотя я не знаю, как с ней бороться. На следующий день, уже на свежую голову, я всё равно долго-долго мучился, пытаясь выслить, что от меня требуется. К примеру, я узнал, что в доме есть ещё и детская. Но единственное, что я там нашёл, это злой-злой жук в стенном шкафу, который будет мне преследовать всю оставшуюся жизнь, пока я в помещении. Как вы понимаете, это мне ну нисколько не помогло. Вновь исследуя подвал, гигантскую лужу за домом, я всё-таки сделал открытие. Можно подойти к моллюску, когда у него открыта пасть. Когда пасть закрыта, он тебя кусает. Ому должно быть наоборот. Не нужно никаких предметов, не нужно ничего. Нужно просто ещё раз попытаться, и всё получится. Почему нельзя было хотя бы намекнуть на это? Почему Олег не сказал, ай, меня куснули за жопу, нужно подойти так, чтобы не куснули за жопу? Он просто пожаловался, что его кусают за жопу, и ничего не решил с этим не делать. Ему насрать, что там у неё жемчужина гигантская во рту, которая стоит до хрена. Эта игра и так может быть запутаннее любого мексиканского сериала, а они ещё нет, чтобы косточку бросить. Никакой подсказок не дают. Это, знаешь, догадаться, а? И мало того, что не Хальф похож на трубка зуба, а его профиль похож на бицепс, это полная жопа. Ну ладно, я полагаю, я должен сейчас радоваться, а не горевать. Всё-таки жемчужина стоит 100 долларов, ровно столько же, сколько космический костюм. Они по-прежнему ничего не хотят покупать, кроме солями, как и в любом другом магазине. Так что даже не понимаю, зачем добавили возможность продажи, если от вырученных денег всё равно не будет толпы. За исключением жемчужины, которая стоит 100 баксов, но все остальные клады сразу переводились деньги. Почему же нельзя было так сделать и с этим шариком? Космическим костюмом в кармане можем безбоязненно покинуть станцию. Одев комбинезон цвета индиго, мы отправляемся в глубокий космос. И вы знаете, ребята, всё не так уж и плохо. Тут игра становится хоть немножко вызывающе сложной, но при этом управление скутано, сделано неплохо. В том плане, что вам бить никого не надо, а зона поражения у врагов более-менее осносная. Правда, космос совершенно лишён звёзд или ещё хоть чего-то, что могло вам подсказать, движетесь вы вообще или нет. Что мне сложно сказать, как долго я туда летел. Может, 5 минут, может, 5 часов. Под туда я имею в виду гигантскую луну с человеческим лицом. Кто-то явно её очень сильно разозлил, поэтому она так грысится. Но что делать дальше, я опять-таки не знаю. Лечу это я лечу, а оно не лечится. В конечном итоге оказалось, что нужно под определённым углом положить ей в рот. В хорошем смысле слова. Альф говорит, что в рту луны как-то оказался ремнобор, и он сможет подчиниться у космических кораблей, чтобы отправиться на Марс на свидание к своей девушке Ронде. Правда, отправится он туда без нижней половины туловища, кто-то ему отрезал их, чтобы он смог лезть в свой корабль. Но он всё равно выглядит счастливым. После этого выясняется, что игра закончилась, я заработал 7 тысяч очков, по-моему, не самое плохое число. В смысле, три ноля и счастливая семёрка. Ну, ещё и четвёртый сейчас, по-моему, в начале. А ещё оказалось, что игру делали 7 человек. Всего 7 человек, и все одинаково криворукие. Тут написано, что игру разработала какая-то Nexa, дивизия сферы. Что такое Nexa и сфера, я не знаю. В начале игры в копирайтах была указана только Sega, которая делала, как мне казалось, игру, и Alien Production, которую придумала Альфа. Вообще, Sega часто делала игры сама для себя, поскольку это была не их, и, наверное, полагаю, это объясняет низкое качество продукта. Однако меня беспокоит, что не нашёл применение некоторым предметам. Но поскольку я СТРАШНО ЗОЛ на эту игру, я попрошу этим заняться своего маленького помощника. Вот Альфер. Бери джойстик контенди, играй на нём в игру от Sega Master System, и не забывай всё говорить и комментировать моим голосом. Понял? Ага. В первую очередь, меня, разумеется, забеспокоила возможность использовать как-то кошку. Если в этой игре есть возможность жрать кошек, то я должен докопаться до истины. Это первая и единственная игра, получается, в которой можно лопать кошачьих. Но произошёл облом, и кошку всё равно нужно было применять на мышах. Правда, в активатской кошке действует какой-то очень странный алгоритм. Нужно отпугнуть крысу, включить свет, отойти в дальний угол, в котором, в общем-то, ничего нет и не было, и только по возвращении... СВАЛИ ОТСЮДА, БЛЯЙ! ...выскочит кошак и спугнёт крысу. Больше она никогда не вернётся в подвал из пещеры, можно будет выходить безбоязненно. Сколько можно было сэкономить жизни из-за этого, а? Две. Но две жизни тоже немало, с учётом от того, как это просто было сделать. Зачем было всё так зашифровывать? Скопив свой первый полтинник, я иду дальше зашибать бабло, чтобы мне хватило денег на пинтерметы, которые я не смог использовать и ранее. Хорошо, что на выходе мой покой будет охранять кошак. Ты беспредельно не занимаешься, нет? На дайвинге я смог скопить значительную сумму и отправился по магазинам. Но костюм только занимает место в рюкзаке. Рыба тоже только занимает место в рюкзаке. А вот книжка в соседнем прилавке, это... это просто нечто. Нас стоит всего 100 баксов, зато какой эффект. Стоит нами купить и выйти из магазина, как? Жил бы он на свете пришелец Альф. Его планета взорвалась. Он стал странством по Клоспису вместе с своим другом Скипом и своей тёлкой Рондой. Нажмите кнопку 1. Так, Ронда и Скип полетели на Марс, с Альф грохнулся на Землю, где стал друзьями с какой-то семенёй. Жизнь была хорошая. Хоть он и не ел котов, потом Альф решил подчиниться в космический корабль, чтобы повезти с друзьями на Марсе. Он очень умный и продал свою историю Сеги, чтобы они могли сделать игру. А, значит, игру всё-таки Сега делала. Может, с Ферой есть подразделение Сеги? Они сделали и решили, что любой, кто прочтёт эту книгу, отправится в главное меню. Были и другие игры про Альфа. В основном обучающие. Они учили детишек читать, рисовать, размышлять, географировать. По ходу дела развлекательной игрой была только Альф The First Adventure для нескольких компьютерных платформ. Отличались они только качеством видео и звука. В них голова Альфа бегает по маленькой карте, собирает всякие предметы на время, бонусы, убегает от врагов, похожая на некое развитие идеи Пакмана. Немного более усложнено, но в целом то же самое. В игре был даже кое-какой сюжет. В целом тут довольно много текста для такой простенькой игрушки. Среди него содержатся не только истории, но и подсказки. Маленькие заставочки будут влазить по ходу игры, когда вы победите или наоборот проиграете. Ничего особенного, обыкновенная казуальная игрушка, мутатор Пакмана. Но с другой стороны, от неё больше-то и не надо. То лучше, чем страшный сумбурный квест с плохими экшен-ставками, в котором без паул-лидера не разберёшься ну никак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok